Сегодня мы проведем весь день с котенком из прошлого выпуска. Напомню, что наш пес нашел этого котенка в траве еще в конце лета. Свозили к врачу, починили и теперь ищем этому красавцу достойную семью. Если вы тут впервые, обязательно посмотрите эту историю на нашем канале, а потом возвращайтесь сюда. Расскажу с какими проблемами мы столкнулись после выхода первой части, ну и конечно же отпустим котенка в стаю и посмотрим на реакцию наших домашних животных. А еще расскажу про мокрые пятна, которые мы заметили в местах, где чаще всего спит котенок. Долго выясняли причину, всякое думали, но потом совершенно случайно эта тайна раскрылась. Мы даже и подумать не могли, в чем на самом деле была причина. Сейчас все расскажу. Приятного просмотра. Опа, босс, что ты тут делаешь? Кто поросенка заказывал? Мишка, это твой заказ лежит? Посмотрим, что там у нас. О, солнышко на улице, это хорошо. Плюс 100 к настроению. Так, пойдем посмотрим. Даю 400%, что его диван заняли. Сейчас узнаем. Все понятно. Дуня, Дуня, ну нет совести у тебя совсем. Сейчас покажу, где Соня спит. А вот и мы. В последнее время нравится ей спать под диваном босса. Недавно у нее проблемы были с горлом. Возили к врачу. Уколчики делали, вот она и прячется теперь во всяких темных местах. Там в стене батарея, так что ей тут тепло и спокойно. Ладно, спущая дыхает крошка. Дыня, что там? Скажи, чтобы на канал подписались. Ну погладь меня еще. Тебе жалко, что ли? Сейчас покажу вам место, где мы нашли этого малого. Босс, не виляй ягодицами, а то ветер гоняешь. Вот, где-то тут, где-то в этом месте он лежал. Я бы, может, и не заметил его. Шел на своей волне, а потом вижу босс нюхает что-то пушистое. Присмотрелся, а там котенок. Вот и что делать? А я в тот день, кстати, должен был заливать на канал видос про спасение рыжего котенка. Но пришлось отложить на день или два, не помню. Вот так идешь на прогулку с собакой. Куча планов на этот день. Надо и видос выпускать, и с кем-то встретиться, и куда-то сходить. Но, увы, потому что тебя в траве ждет полудохлый организм. И все планы сразу уходят на потом. Нас встречает только Дуня. Все понятно. Остальным тяжело попки свои поднять, да? Это что такое? Ладно, пусть лежит. Туда чуть позже пойдем. Здорово, Мишка. Здорово, здорово, здорово. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Все, можешь быть свободен. Далеко не ходи, сейчас будем кушать. Вот не перестают меня удивлять глупые люди. Читал комментарии под прошлым видео про спасение котенка. Сразу камеру достал, снимает на камеру свои добрые дела. Ух, показушник, все ради лайков. Вроде бы уже до последнего дебила дошло, что я не просто снимаю спасение животных, а я с помощью этих видео нахожу им дом. Но нет же, все равно найдутся одаренные, кому камера покоя не дает. Ну ладно, допустим, подберу больного котенка без камеры. Принесу домой, вылечу, и что мне с ним делать? Че он мне делает-то? Умирает что ли? Истории же у меня нет, я же ничего не снимал. В газету объяву дать? Или может ходить по столбам расклеивать? Котенок ищет дом. И сразу миллионы звонков. Счастье-то какое, котенка в добрые руки отдают. Хоть бы только успеть забрать. Да, люди, у которых нет популярного канала, так и делают. Но делали бы люди так, имея популярный канал. Хотя, даже имея популярный канал, находить животным дом все труднее и труднее. Заявок на этого котенка пока нет, а время тикает. Но это уже мои заботы. А еще обожаю эти комментарии. Типа, да ладно, он хайпит просто, или сам ради контента этих котят подкладывает. Да уж, самое время подкладывать себе котят ради контента, когда у тебя на балконе уже живет один. Мне остается только здесь его оставить пока. Сводим к ветеринару, будем дальше думать, потому что вон. Красавчик. Что ты мявкаешь? Не пущу я тебя к нему. Когда ты не справляешься, когда ты уже своим подписчикам наобещал столько контента, что прям не успеваешь даже это сделать. Почему бы мне не пойти еще себе 10 котят подложить, чтобы в 10 раз больше не успевать? Люди не хотят внимательно слушать то, что я говорю. Места в квартире нет, места нет. Как я психую даже, когда возможности нет, но приходится подбирать и прям раздвигать все. И закрывать комнаты, и держать каждого там отдельно, и за всем этим следить. И еще в процессе всего этого делать видосы, что-то сочинять, и потом искать им хозяина. Ладно, пойдем дальше. Ну что, пойдем, проведаем нашего товарища. Стоп! Сначала надо кое-что рассказать. Если вы помните, ребенок жил один у нас на балконе. Мы его закрывали, не выпускали к домашним животным и не пускали их к нему. Котенок был еще опасен, даже несмотря на то, что он уже намного лучше себя чувствует. Инфекция может жить еще какое-то время, поэтому мы строго относились к его изоляции. Котенок рос, становился красивее и радовался жизни на своем балконе. Но тут перед нами встала настоящая загадка, отгадать которую мы очень долго не могли. Все началось с того, что стали мы замечать мокрые пятна у котенка в домике. Как я уже говорил, мы ему в домик подкладывали горячую грелку. А сверху на эту грелку клали всякие шарфы и другие теплые тряпки, чтобы ему там было мягче, уютнее и теплее. И вот, каждый раз, когда приходилось менять грелку, мы замечали, что эти вещи какие-то влажные. Но котенок всегда ходит в лоток. Только и успеваем там все чистить, да менять наполнитель. Да и зачем ему писать себе же в постель? Походу, проблема в другом. Сначала мы думали, что с грелкой что-то. Вдруг где-то протекает или фиг его знает. Да вроде нет, все проверили, все целое. Крышка закрыта плотно, никаких утечек. Да и здоровье тоже отличное, вон как жизнь радуется. Странно. Думали сходить к врачу, но что мы скажем? Вот смотрите, абсолютно здоровый котенок, ходит в лоток, проблем в этом плане нет. А в переноске какие-то влажные пятна, сделайте что-нибудь. Стали присматриваться. В идеале прикрепить бы в домике камеру, и пусть пишет себе целые сутки, как видеорегистратор. А потом посмотрели бы запись и узнали причину. Но, к сожалению, такой камеры у меня сейчас нет. Гопрошка моя бракованная оказалась, и мне пришлось сдать ее назад. А новую заказать у меня пока нет возможности. Ладно, печально, но не смертельно. Время летело, а причину влажности в кошачьем домике мы все никак не могли поймать. Потом котеноку в срочном порядке пришлось попрощаться с привычным балконом. Вернее, со своей любимой палатой. И переехать в палату побольше, то есть в комнату. Та же самая история, что и с рыжим котенком. Потому что кое-кто поступил очень нехорошо, и подбросил нам еще одного пациента. Кто подписан на мой инстаграм, тот знает. Но об этом позже. Малой быстро освоился в новом месте обитания. Спал уже на огромной кровати, гонял игрушки по всей комнате и сбрасывал с тумбочек мелкие предметы. Тот еще проказник. Как и все подростки, котенок был очень вредным, непослушным разгильдяем. Выглядел и вел себя, как абсолютно здоровый кот. Вот только история с мокрыми пятнами в его постели продолжалась. И все в одном и том же месте. Центр в конце кровати, между двумя матрасами. Опять стали посещать мысли, что писает. Вернее, подписывает периодически в это место. Рассыпали в этом месте сухой корм и ставили туда миску с едой. Это такой рабочий лайфхак. Надо наложить любимой еды котика в то место, где он гадит. Например, сходил ваш усатыш под кроватью? Поставьте в то место блюдечко с его едой. Или рассыпьте под кроватью сухой корм. Это должно помочь. Животное по природе своей не станет делать дела там, где еда. По той же причине надо ставить лоток подальше от мисок. Ну, в общем, рассыпали сухой корм и ставили миску. Но ничего не изменилось. Корм съедал, а влажные круги не перестали появляться. Странно. Еще больше странно. Значит, либо это не моча, либо он не землянин. А вот еще другой вариант. Если кот ходит в место, которое, в принципе, неплохое для лотка, ну, например, в туалете за унитазом или где-то в углу, куда можно было бы поставить лоток навсегда, то лучше именно так и сделать. Возможно, животное само показывает место, где ему удобнее было бы сливать отработанный материал. Но не поставим же мылоток на кровать. Да и на полу лотком он всегда пользуется. Совсем это не похоже на мочу. А запах, кстати, непонятный. Не ландышами, конечно, пахнет, но и не мочой кошачьей. Хотя в таком юном возрасте рановато еще. Потом мы обнаружили, что он спит в этом мокром месте. И причем головой лежит на мокром пледе. Животное точно не стало бы спать в собственной луже. Особенно котейки, ведь они очень чистоплотные. Думали, может, во сне писается, сам того не понимая. Или слюна во сне течет. Или еще какие-то выделения. Но ничего подобного за ним не наблюдали. Теоретически, может быть, что угодно. А вот поймать его за этим делом все никак не получалось. Когда долго не можешь понять причину чего-то, то накручиваешь себе все, что угодно. Но причина, ребята, оказалась совсем в другом. И мы ее очень скоро обнаружим. Ну, здравствуй, мой хороший. Доброе утро. Ой, скрутил тут все. Привет. Сейчас я тебя покормлю. Ой, что ты тут наделал? Один мячик, второй в воде. Почему бы и нет? Ну, покажись. Ой, е-мое, головой ударился из-за тебя. Вот такие мы уже большие. Ну, все, 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 отпускаю. Сначала покормлю пацана, потому что он совсем голодный что-то. Кушать хочет. Я все понял, сейчас принесу. Это обои? Ну, спасибо, что помогаешь. Я очень рад. Ожидай. Ожид... Куда раньше времени? Не надо. Ожидай. Будь умницей. Ой. Ммм, какая вкуснятина. Все, пошли кушать. Только бы не развернуть. Так, молодой человек. Я вас прошу. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, я тебе есть несу, что ты творишь. Ишь ты его, я еду вон твою. Какой же ты вредный. Что ж ты раньше времени? На. Как будто сто лет тебя не кормили. Может, сначала мой палец оближешь? Ну, пожалуйста. Иди в баню. Как там красот... Где? О, красотуля уже ждет. Расклад такой. Сейчас покушаем. Я открываю дверь и выпускаю его на свободу. А того котенка, который сидит на балконе, которого мне подкинули, мы переселяем в эту комнату. В общем, история повторяется опять. Как было с Рыжиком. Сначала жил там Рыжик. Потом, когда нам подкинули этого, Рыжик переехал сюда. Потом пошел на свободу. Этот переехал сюда. Туда поселился еще один подкидыш. Короче, я уже все сам запутается у меня. Как будто сто лет не кормили. Сейчас люди посмотрят, подумают, действительно не кормят. Аппетит зверский. Это хорошо. Ты пока кушай, а я пойду на балконе проведаю. Ой, как кричит маленькая. Ой, как кричит красавица. Да. Да, да. Несу, несу, несу. Ой, ты тут сюрприз оставила. Сказали не перекармливать, поэтому не перегармливаем тебя. Да, ребят, это та самая кошка, которую нам подкинули под дверь. Конечно же мы ее забрали, ну а что делать? Только вы так больше не делайте. Скоро тоже про нее будут делать видос. Но там такая жесть, ребята. Это будет тоже видос про блох. Но столько блох мы еще не видели никогда. Обязательно посмотрите этот видос, он скоро выйдет. Нужно будет искать тоже дом. Но. Вот этого делать не надо. У него тут есть игрушка, его любимая. Вот такая вот. А мне скажи сейчас не до нее. Я тут скажи кошечку на балконе увидел. Делали мы с ним всякое, конечно, воспитывали. Но осталось еще, чтобы его воспитали наши коты. Я считаю, что животные должны воспитывать животные. И поэтому мы решили, как мы с Катей называем, отдать малого на растерзание своим котам. В хорошем смысле, конечно. На воспитание. Пусть Мишка воспитывает этого отпрыска наглого. Ну, тише, 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 дружище. Я же разговариваю. Ну, пожалуйста. Спасибо. Они его не обидят. Я с ними договорился. Что получится из этого, я не знаю. Мы посмотрим. А так, в принципе, он веселенький. А вспомните, какой был. Умирающее маленькое тело. Уже бы не было засранца такого. Блох потравили. Все эти процедуры подделали. Для наших животных он не опасен. Тем более, он у нас на карантине уже больше месяца. И вроде, вот, вот, тьфу, все хорошо. Шариков у него тут. О, любого цвета. На любой вкус. И твердые, и мягкие. И мячики, и шарики. И пластиковые, и резиновые. И деревянные, и резиновые тоже. И бумажки, и мышки. И сколько там еще он позагонял всего. Так, все, короче, пошли. А что, тут дверь закрывается? Я думаю, ты знаешь, что делать. Ванну пока закроем. Выходи, давай, друг мой. О, и все сразу почему-то идут сюда. Мишка, ты еще не видишь? Ты еще не знаешь, что происходит? О, Мишка увидел своего двойника. Ну что, в принципе, пацан такой, как и ты. Маленький, шипит на Мишку. Испугался. Дядя большой, скажи, подошел ко мне. Обратите внимание на разницу в размерах. Мишка, взрослый кот, два с половиной года. И котенок, месяца полтора, два, пять, год. Я в этом не очень понимаю. Здесь у нас один лоток. Там на балконе еще один лоток. Итого, два лотка. Походу, где Мишка, там и он. Маленький пошел у нас изучать местность. Да, вот там лоточек у нас еще один, обрати внимание. Можешь, пожалуйста, воспользоваться. Увидишь босса, офигеешь. Пошли босса посмотрим. Давай, давай. Рыжик побольше был, когда мы его выпускали. Мишка, первый раз пацан увидел себя в зеркале. Проходим, проходим. Что? Опять? Босс. Мишка, осторожно. Ну, слушайте, пацан так нормально себя ведет. Уверенно. А все, назад дороги нет, братан. Ты сам хотел сюда. Та комната уже все не твоя. Коты вообще, это уже не чужак для них, в принципе. Потому что котенок пожил в нашей квартире. И он уже пропах нашими запахами тут местными. Поэтому для наших домашних животных он свой. Это когда только-только с улицы приносишь. И тогда они начинают шипеть. А сейчас он просто пахнет так же, как и они. Свой. Все дела. Два мишки. Прикольно. Мишка был, ну, повзрослее, наверное, когда мы его нашли, чем этот котенок. Мишке было месяца три-четыре. Пацанята. О, 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 о. Ребят, пожалуйста. Просьба личная. Воспитайте из пацана... Он Дуне понравился. Он Дуне понравился. Вы серьезно? Нифига себе. Дуня. Подруга моя. Ты меня удивила. Дуня встала, чтобы познакомиться с маленьким котенком. Кто там шипит? Дуня! Перехвалил. Зараза такая. Малыш сейчас боится, потому что столько... Дуня! Не пугай пацана. Потому что столько людей... Потому что столько котов. Но он еще в таком возрасте, как для него все шутка, игра и так далее. Но он боится. Маленький. Зажался там. Со всех сторон. Так. Я все понимаю, но это неправильно. Не бойся, мой хороший. Не бойся. Не бойся. Я тебя в обиду не дам. Да и они тебя не будут обижать. У нас коты очень хорошие. Ты сам-то скоро поймешь. Я тебя умоляю. Мишка бедный прятаться от тебя будет. Ты босса видел вообще, кстати? Вообще знаешь, что такое босс? Он тебя, между прочим, нашел. Да ладно! Я, возможно, мог бы и не увидеть тебя даже. Если бы босс тебя не понюхал. Босс, посмотри, кого ты нашел. Он не боится его даже. А босс, даже не переживайте. Хотя вы и так знаете. Босс его никогда в жизни не обидит. У нас босс молодец. Чего ожидать от этих маленьких спиногрызов? Бедняга вздохнул. Извини, пожалуйста. Все, спи. За тобой задача воспитания. Ты должен сделать из него нормального пацана. Порядочного такого, чтобы он был... Ну, как положено, короче. Понял? Позлую мою за... Я не понял. Ты чего приперлась раньше времени? Мы тут фильмы снимаем. Я тебе матьки принесла. Хорошо. Иди Катьку встречай. Катьку ты тоже знаешь уже. Кстати, он боится. Да. Рыжик был более уверенный в себе, что ли. Ну, босса он вообще... Он так на босса посмотрел. Меня Дуня удивила. Она к нему подошла. Она его нюхала. Он потом начал ошибаться. Ну, надо же показать, что я тут хозяйка. Господи, это... Да. Это просто выпендрешь. Ты в 8 тоже покрылся? Конечно, он меня нашел. Скажи. В 8 меня будет защищать от этих котов. Мишка. Мишка не так быстро. О! Мишка молодец. Он коснулся только. Он серьезно не будет драться с ним. Да все любят новые знакомства. У котов сразу жизнь веселее становится у наших. А то спят, только и спят. Бэмс. Мишка. Ты взрослый, серьезный кот. Популярный. Мишка у нас дружелюбный наш. Не приставай к ребенку. Успейте еще. Пойдем я тебе покажу лоточек. Смотри. Ну, лучше в этот. Дуня, будешь шницель? Я пошутил. Смотри, лоточек. Ты тут можешь... Я все понял. Ты уже все сделал. Дуня, не трогай шницель. Дуня! Я такая, типа, тут... Ага, держу тут всех. Дуня! Это первое время... Ой, Мишка, стопудово даю. Прятаться будешь. Ух. Ребята уже познакомились. И вот так вот наша жизнь стала еще веселее. О, о. Скачки начинаются. Пожалуйста, пару слов по поводу всего этого. Что вы думаете по поводу нового гостя? Видите ли вы разницу между рыжим котенком и этим? Спасибо. Тише. Моя красавица. Это не ты. Моя красавица сидит. Ничего не видно. Одни ушки. Аликс! Артель! Как ты любишь? Всего хорошего! И вот так вот будет происходить, пока мы котенка не отдадим. Зато весело, зато настроение хорошее, и зато хочется возвращаться домой, потому что здесь... Потому что здесь весело. Спустя одну минуту 37 секунд. Я же говорил, что ты прятаться будешь. Что, Мишка, достал он тебя своими играми? Ничего страшного, тебе полезно побегать. Ладно, отдыхай. Я тебя не стану выдавать. Кс-кс-кс-кс-кс. Маленький, тебе срочно нужно посетить одно место. Мышонок этот точит все подряд. И сыр с удовольствием грызет. И картошку вареную вчера просил у меня. И суп ел мясной. И манную кашу. Ну прям Дуня номер два. Дуня у нас ест только натуралку. А все эти сухие корма даже не нюхает. Мишка, ну ты же не будешь это есть. Ну на, на. Все, наелся? Вкусно было? Кузя, у тебя самолюбие, хоть отбавляй. Как думаешь, ты самый красивый кот в мире? А невинно? Да, да, я все понял. Совсем какие-то очевидности спрашиваю. Вот тебе и гиперактивный котенок. Так набегался с котами, что лежит как дохлая моль. Все, теперь это пластилин. Делай с ним что хочешь. Эх, тоже мне неубиваемый. Это тебе не шары катать в комнатке. Наш Мишка уничтожит даже самого стойкого бойца. Ладно, заряжайся. Мишка, тебе срочно нужно посетить одно место. Срочное включение. Сейчас пришли с боссом с вечерней прогулки. А Катя мне и говорит. Поняла я, почему у нас пледы дома мокрые? У меня аж сердце замерло. А она такая сидит, улыбается. Я такой понимаю. Сейчас походу веселенькая история будет. Ну в общем история такая. Катя проснулась, а около нее мокрый плед. А я, говорит, помню, что в этом месте котенок спал. Поднимает голову, а котенок лежит у нее в ногах. И что вы думаете, ребята? Нет, не прощения просит. Лежит и чмокчет плед. Прям натурально присосался и как сиську чмокчет. Ну, пошли, покажу. Что мы только не думали. Что только не предполагали. А все оказалось вот так легко и просто. Все это время с самого малого возраста котенок чмокал плед. И так в этих собственных лужах и засыпал. Маленький еще. Ребенок совсем. По мамке скучает. Не знаю, что с ним происходило до встречи с нашим боссом. Но очевидно, что парня слишком рано оторвали от матери. Вот и ищет это привычное тепло в других вещах. Даже интересно узнать, останется у него это навсегда. Или пройдет со временем. Но узнаем мы это только позже. Давайте попробуем собрать под этим видео 50 тысяч лайков. И я слеплю еще один выпуск с этим котенком. А также помните, что этот малыш ищет дом. И мы готовы привезти его прямо к вам домой в любую точку Беларуси. Ребят, ну что тут думать. Посмотрите, какой классный. Неужели у вас дома места меньше станет? Все подробности в описании. Еще у нас, кстати, вообще шикарные коты. Что я хочу заметить. Дружелюбные, воспитанные и интеллигентные коты. Убери какашки в лотке. Я тут мысль толкаю. Она мне... Убери какашки в лотке. Ай... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова